Ребятки, всем доброе утро! Мы с детьми, по привычке, мы с Арсеньем приехали домой, с самого утра мы уже побывали у педиатра, не нашего, но другому я записывалась, потому что наш участковый терапевт, ой, терапевт, господи, педиатр, ушел, и мы теперь без врача. Ну, короче, я сходила к ней, в итоге мы все-таки Сене прививку поставили, она его хорошо посмотрела, убедилась, что никаких признаков аллергии нет, но изенофилы все равно превышены. И я решила, что будем ставить, чтобы не отставать от графика, хотя, в принципе, есть время, но и она сказала такую мысль, что, возможно, изенофилы повысились из-за того, что понизился гемоглобин, потому что она посмотрела все Сенькины анализы крови, и вот я вам говорила, что когда, в 4 или в 3 месяца, в общем, перед зондированием глаза у него точно такое же было, ну, слезного канала, у него тоже было повышение этих изенофилов, но оно потом само прошло. И она говорит, что там как раз-таки был понижен гемоглобин. Я не знаю, правда это или нет, но она успокоилась, сказала, что если никаких признаков внешних нет, то можно прививку ставить. Ну, и мы бы не узнали, да, допустим, что обычно перед прививкой вообще не сдают кровь, потому что, ну, ты сегодня сдал кровь, а завтра у тебя показатели крови опять изменились. В общем, это не показатель, главное, конечно, самочувствие ребенка. И писали про паразитов, то, что сдать соскоб или анализ кала. Когда вот у Сени это было, мы это сдавали, у него все было в норме. И она сказала, что типа в 9 месяцев, но вряд ли они могут быть, но зная то, как Сеня везде ползает и то, что его любимое место это прихожая с ботинками, я, конечно, ничему не удивлюсь. И все-таки она выписала направление, еще раз дадим, не знаю, что там будет, посмотрим. Но это чуть-чуть попозже, потому что сейчас нужно посмотреть, как у него будет реакция на прививку. И потом через месяц снова контроль крови. Я вообще хочу найти все эти анализы. Вроде как в интернете можно посмотреть через приложение медицины 72 или что-то такое у нас есть, но у меня почему-то не отображаются там дети. Надо их подключить и посмотреть. Самой все сравнить, спокойно посидеть, тихо, но вот она сказала, что так можно быть. Не знаю, правда это или нет. А и калергологу тоже на всякий случай записались. Я вот в, как он называется, в Дзене выкладывала статье, то, что все не ест. И там был очень ограниченный набор продуктов, потому что я хотела проверить, продукты это или нет. Но вот видите, ничего не изменилось. Может быть все-таки не повысились и не понизились. Хотя все одинаковые продукты. Может быть из этих продуктов какой-то попробовать исключить, не знаю, например, курицу. Но это тоже надо уже перед приемом будет сдавать. Тут, блин, не знаю, тут не угадаешь. Только если сдавать аллергопробы, ну это тоже такое себе удовольствие для маленького ребенка. Посмотрим, кто скажет. Аллерголог внешне и физически вообще ничего не беспокоит. Ну ладно, как бы это дети, у них вечно какие-нибудь неполадочки. Ну, все в целом хорошо. Анна сказала на всякий случай, раз из анофила повышена, типа подсдать зодок ему. Но я так и сделала, потому что она все равно, все равно. Вот я вроде не тревожная мамочка, но иногда, когда такие ситуации случаются, конечно, мне немножечко переживательно. Хотя, в принципе, понимаю, что еще такого прям серьезного нет. Надеюсь, не будет. Все, я буду кушать. Всем приятного аппетита, если вы тоже кушаете. Кто у меня тут чистенький такой, малыш? Искупался? Да? Ты, Кайки? Ты искупался? А я его сейчас купала, потому что он поел. И каждый раз после еды у нас купания, потому что больше никогда... Арсюшка, сейчас мы переоденемся. Еще часик поиграем, и я буду его укладывать. И у меня, ребята, получилось зайти посмотреть осененные анализы крови в последний раз, который мы сдавали. И, значит, картина такая. Когда вот мы в августе сдавали, в начале, сейчас уже август. Мы сдавали 3 августа с ним кровь. У него был гемоглобин 108. Ну и, собственно, тогда нам и назначили железо. Сейчас пьет тотем. Одну ампулу в день он выпивает. Ну, на несколько раз делю. И эзенофилы были 1,25. А когда вот мы позавчера сдавали, я посмотрела, гемоглобин повысился. 110 стал. И эзенофилы стали 0,8. Вот. Такая картина. То есть питание я никак ему не меняла за эти, сколько там, 2 или 1,5 недели. Ничего вообще не изменилось. Просто они понизились. Ну, повысился гемоглобин. Может быть, это и правда так. Ну, я, конечно, не врач. Я не знаю. Ну, как бы, получается так, что продукты, скорее всего, здесь ни при чем. Упадешь. Упадешь. Но я все равно ему пока... Мы до сих пор рыбу не ввели. Я хотела уже начинать пробовать ему рыбные пурешки покупать. Ну, пока, не знаю, подождем еще, посмотрим. Пока не буду. И молочку. Ребят, я не знаю, как молочку вводить. Я бы ему сейчас заменила кормление, которое вот перед ночью, получается, приходится ему кашу разводить. И давать там кашу. Но я бы хотела ему давать какой-нибудь творожок или кефирчик. Ну, что-то такое. Ну, не прям перед сном, а за час, допустим, до сна. Чтобы он уходил на ночь не голодный. Потому что я его кормлю уже теперь только ночью. У нас где-то три кормления получается. Ну, это больше не кормление, а просто привычка. Но пока оставляем, потому что сейчас скачок рост этот. И он очень тревожный. По ночам особенно. Ну, и днем он тоже очень капризный. Но грудь не просит. Не вспоминает. И вот я бы хотела его молочку приучить. Но не получается никак. Я думаю, может быть, попробовать купить уже который с сахаром. Ну, с наполнителем, допустим. Потому что обычно он вообще ни в какую сему. У нас с радостью кефирчики пьет биолакты, которые без сахара. А Арсюше даже ложечку не запихнуть. Да господи. Ты чего буксуешь? Кровать врезался. И вот. Может быть, попробовать с вкусами покупать. Может быть, ему так бы понравится. Я уже с фруктами, с фруктовыми пуресами. С разными. Да? И никак. И никак. И никак. Ты где опять ударился, а? Ты где ударился? Куда списался? Хе-хе-хе. И мой розовый сегодня малыш. Хорошо покупался? Вон он. Ай! Ты куда? Не, нельзя. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик-тик. Вот видите, был бомж списался куда-то. Ты куда? А, ты открывать Наверное, удается Да? Везде, каждый раз, порой Раз в день точно Куда-нибудь да сбрякает Сегодня игрушкой играл Играл с черепашкой Как надавил на нее рукой И поехал, и перевернулся Да? Падения твои? Ой! Сегодня у Семы занятия будет целый час И не знаю, что делать Потому что, по идее, надо, наверное, Арсения Покачать, может, он, по-моему, снет Не будет У тебя занятия Ой, еще мы занятия, а у тебя сон Не знаю, получится так или нет Посмотрим Но он, видите, уже прикладывается Это все скачок роста нам Да скажи, весь график попортил Да У вас откуда-то, скажи Теперь нарисовался третий сон И позднее укладывание Это нужно все исправлять Но Через Ой Через недельку, наверное Когда Пик этот пройдет А сейчас уже будем жить Как живем Как идет, так и пойдет Все, главное, чтобы Все были Спокойны Максимально Я вот не знаю Очень надеюсь, что скачок этот роста пройдет за эту неделю И за следующую Потому что Сережа сейчас еще два дня работает У него начинается отпуск Двухнедельный Неделю он дома А потом он уезжает на неделю И я стою все пять одна С двумя детишечками с этими Куда полез? Не залазь Нельзя на батареи залазить И вчера у нас что-то Сема раз в садике Теперь спит дневной сон Его фиг уложишь тоже сейчас на ночь Мы вчера полчаса, наверное, укладывались Хотя когда мы отменили ему дневной сон Он укладывался просто за пять минут Лег, там либо мультик посмотрела, либо книжку мы почитали И все, и он уже отрубился А тут Я хочу пить Я хочу поцеловать папу Я хочу туда Я хочу сюда И вот так вот начинается Это кто такой? Еще, наверное, я вот не знаю, как делать Скорее всего, когда Сережа вот на эту неделю уедет И я не буду водить Сему в садик Потому что моя нервная система этого не выдержит Это нужно встать, покормить Сеню Дать Семе перекус Потому что он утром тоже кушает до завтрака в садике И потом их отвезти Сему Потом приехать домой Потом чуть-чуть посидеть дома И потом опять за Семой ехать Не знаю, наверное, не буду его водить Да, дома посидим Лучше так будет, мне кажется, намного лучше Мы там днем поиграем И я их там часов 8-9 спать буду укладывать Раз у него не будет дневного сна И вот так вот будем Да, 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 вот точно Правду говоришь Правду говоришь Ой, не будем так дома сидеть Все вместе У нас еще приезжает девочка Да, наша знакомая подружечка В Тюмень И мы Ой, пару раз А может быть даже тройку Или четверку Планируем встретиться И может быть и не к нам гости приедут Да? И у нас тут тоже будет весело Так что не унываем Да, скажи, Арсюшка Все, ребятки, пойду я Влог загружать, поставить А потом Арсюшку укладывать Куда? Вот, смотри-ка Смотри, ты зачем пылесос трогаешь? Смотрю, он поехал Все, ребятки, мы укладываем детей Сегодня просто жесть какая-то Сережа заболел Ну куда столько много? Я в Сене буду читать Три и все Куда ты опять столько навалил? Мы их бы завтра будем читать Выбирай три Нет, мы еще Мы еще не будем Поехать Поехать Короче, Сережа заболел Прошел сегодня раньше срок Поехать Поехать И поеду И Сеня Сеня температурит Да, я еду Ну, это из-за приезжки Скорее всего Хотя все прививки Вот, которые мы до этого делали Сейчас Все было нормально И он их нормально перенесил А это что-то как-то Как-то не зашло Но, когда раз Индивидуальная реакция Поэтому Посмотрим, что будет дальше Но очень надеюсь, конечно Что больше не будет Температура по анимации Бывай, Монорофей Всех люблю Целую Семь дней пока-пока Семь вышины Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok